В жизни Петра Федоровича Мизенцева, как в зеркале, отражается все прошедшее столетие большой страны. Он родился еще в Царской России. Юность и зрелость пришлись на советскую эпоху. Старость встречают в постиндустриальном 21 веке. Родился он в Краснодарском крае, Ламинский район, Станица Вознесенская, Кубанские казаки. Дети юбиляра рассказывают про то, каким помнят его вне службы. Воспоминания о тех редких минутах нахождения отца дома – светлое и теплое. Мы гордимся своим отцом и очень рады, что у нас есть такой отец. Он очень заботливый был. Обязательно помогал. Как говорится, он у нас и за повара был. Помогал во всем. Даже вот уходишь куда он, сейчас немножко старше стали, уходишь, он говорит, долго не ходим. Тебе нельзя там, в общем, самое, оделась ты. Про годы войны в жизни отца сын и дочь говорят мало. Владимир Петрович родился в 47-м. Валентина Петровна появилась на свет в последние годы служба в пограничных войсках. Зато боевой путь старшего товарища изучают остальные ветераны. Рассказывают о нем молодым пограничникам. Да и сами видят в нем пример настоящего солдата. В 38-м году призвать его пограничные войска. Он тут же попадает на пограничные заставы. И где решалась судьба государственной границы. А постановка 41-45 год обострилась в иранском направлении. Его переводят в Гадрутский пограничный отряд. Опять на пограничные заставы действующие. Они прикрывали военных грузов, которые переходили через государственные границы с Ираном в Советский Союз и обратно, естественно. Ну и немцы это направление не оставили покоя. В 1996-м семья Мизенцевых переехала в Татарстан. С тех пор здесь Петр Федорович и живет в окружении детей, внуков и правнуков. Они все будут поздравлять его сегодня. Открытки с добрыми пожеланиями ветеран получил даже из Москвы. Позвольте поздравить вас с праздником. Также вручить поздравительную открытку от имени президента Республики Татарстан Руслан Друговича Миниханова. Вручить поздравления от имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Алимир Низамов, Рушан Гайнудинов. Новости Татарстана. 25 лет в жизни города. В жизни каждого.